Бенфик-Спартак 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 Урубина очень интересный соперник Это польский клуб Рахов Который очень сильно прогрессировал последние пару лет Это небольшой клуб Но в последнем сезоне он выиграл кубок И сейчас выиграл, если не ошибаюсь, суперкубок Польши Очень прогрессивная играющая команда Ее можно назвать такой польской аталантой Так что Урубину будет очень сложно А что касается матча Спартак Бенфик Об этом можно поговорить побольше но я, честно, просто не верю в какую-то особенную фактуру. Мне кажется, что матчи Спартака в чемпионате совсем не дают никаких оснований сказать что-то оригинальное относительно его шансов против инфекции. Спартак обыграл Крылья так, как и должен был обыграть, в общем-то. Там обсудили, конечно, все пенальти, но я думаю, что Спартак в любом случае Крылья бы обыграл. Там игра была вполне в его пользу. Что касается матча с Рубином, самого первого спартаковского, то, ну, что называется, так бывает. Ну да, у Спартака было столько моментов. Да, у Спартака было много моментов, тем более, что еще и количество этих моментов выросло к концу матча, когда Руи Витория провел замену. Это вообще позитивное наблюдение для Спартака, поскольку все-таки очень важно для тренера нового, тем более приехавшего из другой страны, разбираться уже настолько, как раз только, чтобы перестраивать его по ходу и усиливать ее с помощью выхода запасных. Ну, к слову, сам Руи Витория достаточно здраво оценивает шансы Спартака, и я имею в виду в противостоянии с Бенфикой, и вот из его сегодняшнего небольшого интервью сайту, ну, в общем, при службе Спартака он дал это интервью. Вот у меня создалось впечатление, что он, Витория, понимает, что фаворит все-таки в этом противостоянии... Я плохо тебя слышу, и в момент у нас только у телефона ничего не меняется, но мне надо что-то с этим сделать. Я просто не понимаю, что у меня о чем-то с вами разговаривают. Сейчас мы обратимся к специалистам, вот. А я говорю о том, что главный тренер Спартака Руи Витория сегодня давал интервью для пресс-службы красно-белых, и, в общем-то, его тезисы относительно матча с Бенфикой сводились к тому, что Бенфика фаворит, и шанс Спартака как раз в том, что от Бенфики будут ждать в этой паре результаты и проходы дальше, а от Спартака, как кажется, португальскому специалисту... То есть Спартак может быть раскован, может играть, что называется, в свое удовольствие. Ну, вот где-то так он сказал. Ну, довольно общее соображение. Я читал эти высказывания. Мне кажется, что они, собственно, ничего не добавляют к нашей картине мира. Я думаю, что шанс Спартака на проход около 30%, скажем так, и 70% по Бенфике. То есть Бенфика выраженный фаворит. Но играть с португальскими клубами в это время года гораздо лучше, чем, скажем, в последний игровой день группового этапа Лиги Чемпионов. Вспомним, как «Зенит», допустим, бывал разгромлен в Лиссабоне сравнительно недавно, в позапрошлом розыгрыше, в последнем туре, в связи с чем вообще не попал даже в Лигу Европы, хотя до этого вполне мог выйти с одного из первых двух мест. Так что это самое время. Бенфика вообще очень так размеренно готовится к сезону. Вот они, в частности, вне зависимости ни от чего, уже сделали довольно серьезное приобретение, купив попадающий в сборную Украины Еремчука. Он, конечно, не сыграет со Спартаком, потому что для этого нужно было бы быть приобретенным неделю-две назад. Там такая система заявки. Но, тем не менее, это, в общем, они не ждут результата, а просто уже покупают те, кто им нужен. Продолжение следует...